Добрый день, коллеги. Рад видеть вас всех. Рад, что вы все так многочислено записались на мастер-класс. Это, видимо, говорит о том, что тема сегодняшнего мастер-класса является актуальной и будет полезной для вас всех. Наверняка вы уже задавали себе вопрос, когда проводили исследование, что как бы сделать так, чтобы исследование наше было все-таки верифицированным, объективным, и зачастую невозможно обойтись без статистических методов, чтобы подтвердить результаты нашего исследования. Сегодня поговорю с вами о том, как использовать некоторые методы статистики применительно к исследованиям научным, в частности методическим, в первую очередь лингвистическим, можно, в принципе, и приспособить для целей других наук. Как это происходит, я сейчас начну рассказывать, но прежде я хочу обратить ваше внимание, что я отправил в общий чат небольшой раздаточный материал. Я подготовил некоторые заготовки, которые нужны будут нам для выполнения нашей самостоятельной работы, после того, как я представлю свой теоретический материал. Ну и, чтобы не терять время, сразу же начнем. Я начну свою презентацию. Видно, да? Ну, тема нашего мастер-класса «Статистическая обработка лингвистических данных». И, соответственно, я уже озвучил, чем мы будем заниматься. Мы будем заниматься изучением статистических методов обработки эксперимента. Но вообще, нужно сказать, что этот метод подходит для тех исследований, где необходимо выявить соответствие или соотношение между определенными факторами, которые влияют на определенный результат, на получение определенного результата. Ну, например, если мы хотим, отвлекаясь от лингвистики, выявить соотношение или взаимозависимость цвета вина от оценки его вкусовых качеств. Например, бордовое, красное, розовое вино. И получили мы результаты, что там в красное вино больше такой терпкий вкус, розовое, мягкий и так далее. И хотим выявить вот эту закономерность. Есть ли эта закономерность, цвет вина, связан ли он с вкусовыми качествами. Или, например, вы используете различные методики и смотрите, какие результаты овладения иностранным языком в зависимости от методики преподавания. Соответственно, тоже можно применить метод статистического анализа, чтобы выявить закономерность, зависимость более эффективных методов от хороших результатов. Дальше, если вы, например, занимаетесь социолингвистикой, и исследуете, влияет ли возраст ребенка на длину фраз, обращенных к нему возраст, может быть, влияет на это пол, социальный статус, район проживания и так далее, то таким образом тоже этот метод статистического анализа здесь подходит. Но прежде нужно нам с вами определиться, какие категории нужно усвоить или понять, прежде чем заниматься этим методом. Ну, во-первых, фактор. Я вначале сказал, что зависимость определенного фактора, социолингвистического обычно, это не языкового фактора, на результаты чисто лингвистические, которые мы получаем в результате исследования. Ну, фактором может быть, например, различные методики обучения, если это речь идет о методике преподавания, различный возраст, полговорящих, регион происхождения и так далее. Уровень фактора, то есть это количество составляющих элементов фактора. Например, если мы возьмем фактор пол, соответственно, там два уровня фактора будет, мужской и женский. Если мы возьмем регионы, то там факторов может быть много. Если мы следуем, например, национальный вариант английского языка, там можно целый набор регионов выбрать и, соответственно, смотреть, как в этих регионах реализуется та или иная категория. Ну и отклик – это значение измеряемого признака, то есть сколько в номинальном количестве мы выявили единиц исследования. Ну, например, смотрим так называемую таблицу сопряженности. То есть все результаты, которые мы получаем, обычно мы их упорядочиваем в виде таблицы. Она называется таблица сопряженности. Там сопрягаются как бы два уровня. Вот этот первый уровень – это… Так, подождите, чуть-чуть назад. Первый уровень. Здесь у нас факторы представлены. Преподаватели. Здесь вот сверху, да, преподаватели, различные категории преподавателей, а здесь мы смотрим различные виды упражнений. И задача состояла в том, например, ну, в данном случае, чтобы установить влияет и статус того, кто оценивает ошибки в английском языке на результаты оценки одних и тех же работ. И таким образом здесь вот подсчитывались количество ошибок, которые заметили различные категории преподавателей при проверке одних и тех же упражнений. Ну и, соответственно, если мы смотрим просто так, без проверки статистических, без проведения статистической обработки, ну, не совсем понятно, какая здесь зависит, какая-то зависимость, есть ли, можно ли какую-то тенденцию здесь выявить. Ну, соответственно, наша задача в дальнейшем проследить, как можно использовать статистические методы для получения каких-то, для того, чтобы сделать какие-то определенные выводы в результате нашего исследования. Ну, я предлагаю вот обработать один реальный пример. Я занимался в свое время проблемами сургутского диалекта хантыйского языка и, в частности, занимался заимствованиями из русского языка лексем в хантыйский язык. И было обнаружено, что заимствования из русского языка в хантыйском языке осваиваются тремя способами. русификация полная, контаминация. Контоминация – это смесь идет, да, берется практически лексема из другого языка и подвергается фонетической обработке языка, который принимает заимствование. И третий путь – это пуризм, то есть лексема полностью оформляется в языке с помощью типичных исконных лексем этого языка или с помощью механизмов, которые свойственны только этому языку. Ну, например, если взять слово «балалайка», то отмечено, что в хантыйском языке три варианта заимствования. То есть первая русификация полностью «балалайка» используется, хотя в хантыйском языке нету звонкого «б», нету твердого «л», но тем не менее вот она полностью русифицированная лексема, взята в хантыйский язык. Следующая – контоминация. Здесь мы видим «пажажайка», то есть лексема берется русская, но просто она оформляется фонетическими средствами хантыйского языка. «б» – оглушается «п», и вместо «флюорда в ла» появляется типичный боковой хантыйский «шл». И третий вариант – это пуризм. Полностью руть наркослёх. То есть здесь используется описательный метод «руть русский деревянный струнный инструмент наркослёх». Его цель исследования была провести социалистический эксперимент, чтобы выяснить, от чего зависит форма заимствования в хантыйском языке. Ну и была выдвинута гипотеза, что это зависит, видимо, от принадлежности сургутских хантов к определенному социальному слою – интеллигенция, учащаяся молодежь или житель в стоилище. И для того, чтобы доказать это или опровергнуть, мы использовали метод вычисления так называемого критерия хи квадрат для определения зависимости между факторами, то есть зависимость между принадлежностью тех, кто использует то или иное заимствование к социальному слою от, собственно, способа заимствования. Ну и специально был разработан эксперимент, различные были упражнения, вопросы, цель которых была побудить носителей языка использовать те или иные формы заимствования. Затем все примеры были распределены по таблице сопряженности. Значит, ну, все анкеты, естественно, маркировались, задавался вопрос, сколько вам лет, где вы работаете, где вы проживаете, и, соответственно, таким образом определялась принадлежность говорящих к тому или иному социальному слою, интеллигенция, учащиеся студенты, вторая группа, и жители строя еще. И, соответственно, какие формы заимствования они использовали, все это суммировалось и вносилось вот в такую таблицу. Значит, таблица сформирована. Ну, тоже по ней трудно сказать, какая тенденция. Ну, примерно, чисто номинально можно посмотреть, что интеллигенция больше туристические тенденции использует, да, контаминация здесь тоже вот на втором месте, на третьем месте русификация. Учащиеся у них русификация больше всего, да, контаминация тоже очень много способов заимствовать, эксем, которые они оформляют с помощью контаминации. Но, тем не менее, здесь нельзя выявить тенденцию или доказать, действительно ли есть прямая зависимость между тем, что принадлежность к определенному социальному слою определяет, в общем и целом, способ заимствования. Ну, хочу обратить ваше внимание, это для процедуры вычислений тоже важно. Вот эта таблица, где мы вносим результаты наших исследований, нашей выборки, которую мы, например, не обязательно, это будет эксперимент, это может быть и сплошная выборка, в зависимости от того, какие цели исследования вы ставите. И это называется наблюдаемые значения, да, то, что мы реально наблюдаем в реальном функционировании текстов или в речи. Далее, теперь нам нужно произвести вычисления. Я хочу сказать, что где-то два года назад я проводил уже такой мастер-класс, может, кто-то присутствовал из тех, кто сейчас тоже здесь находится, но возникли некоторые сложности, в каком плане. Я пытался побудить участников семинара произвести вручную вычисление. Есть, естественно, определенные формулы, но для нас гуманитариев, они, конечно, очень сложные, непонятные, занимают много времени. Поэтому этот раз я решил пойти более простым путем, но это тоже тенденция. Есть калькуляторы онлайн для вычисления хи-квадрата. Вот этот критерий хи-квадрат, который нам будет помогать проводить интерпретацию результатов нашего исследования. Их очень много. Вы можете погуглить, и английские источники дают, и немецкие, и русские в том числе. Ну, например, вот такой вот медстатистик.ру, есть калькулятор. Но я лично пользуюсь вот этим. mat.semester.ru Значит, сначала, как работает этот калькулятор? Ну, естественно, заходим в посылку, я потом зайду, сначала объясню. Затем там мы должны выбрать параметры, чтобы построить таблицу сопряженности, то есть количество строк и столбцов. То есть реально, вначале, перед тем, как заходить в калькулятор онлайн, желательно построить таблицу такую в бумажном виде, чтобы мы потом просто смогли перенести с бумаги результаты в компьютер. Значит, построили мы таблицу сопряженности, количество строк-столбцов, там нажимаем далее, заполняем таблицу каждую клеточку, в каждую клеточку вносим соответствующую цифру. Затем нужно нам будет выбрать там, поставить галочки в разделах коэффициент контингенции. Это процедура, которая говорит нам о том, есть ли связь между факторами или этой связи нет. То есть есть ли взаимозависимость внеязыковых факторов и языковых явлений, которые мы выявили, или этой зависимости нет. Далее ставим галочку также в разделе коэффициент сопряженности Пирсона. Этот коэффициент, если будет зависимость, определена компьютером, что есть зависимость, что есть связь между фактором и языковыми единицами, нужно посмотреть, насколько велика эта зависимость. Может быть, эта зависимость очень мала, и она, ее можно просто проигнорировать. Эта зависимость просто не берется в расчет. Либо эта зависимость высокая, свидетельствует о том, что в дальнейшем, вы уже смотрите сами с зависимостью от целей вашего исследования, как эту зависимость в дальнейшем интерпретировать, и как она влияет на реальное языковое функционирование. И еще там нужно будет выбрать, поле появляется, уровень значимости. Уровень значимости, и вы выбираете там цифру 001. Что это такое? Уровень значимости – это допустимое число несоответствия выборки. То есть машина вычисляет и говорит, что вот при уровне значимости 001 есть зависимость между факторами. Это значит, что допускается 1% несоответствия, то есть 1% ошибочного, так сказать, решения машины. В 1% результат не будет действительным. 005 обозначает, что там 5% несоответствий. Ну или другими словами, 001 – это одно несоответствие на 100 элементов, 005 – 5% несоответствий из всей выборки, либо 5 ошибок на каждые 100 элементов. Ну, традиционно сложилось, что нижним уровнем статистической значимости является уровень 005. То есть можно уровень этот поставить, если вы убеждены в том, что 5% ошибки, но не повлияет, не так катастрофично, не драматично для вашего результата, можете оставить. Либо, если вы хотите более высокий уровень значимости в результате своего исследования получить, ставите 001. Но нужно сказать, что при вычислении, например, машина может выдать то, что 001 – уровень значимости здесь невозможен, только 005. 5 ошибок на 100 случаев, на 100 элементов выборки только можно использовать. В общем и целом нужно учитывать, что вот здесь такая дается график такой, 001, от 0 до 001 – это зума значимости. То есть все результаты допускают 001, если при этом уровне значимости результат получается, значит, высокая степень достоверности исследования. От 0,01 до 0,05 здесь зона неопределенности, то есть допускается еще значимость результатов, высокая, и все, что больше 0,05 – это зона незначимости. Здесь уже результаты не могут считаться достоверными, верифицированными, убедительными, объективными, как хотите. Значит, вот это такие некоторые теоретические предпосылки. Теперь посмотрим, как это реально функционирует. Я сейчас захожу в в захожу сейчас я в калькулятор. Так, минутку. Вы все получили тот раздаточный листочек, который я отправил? Можно его еще раз загрузить? Ну, если хотите, можете у себя загрузить, если вам удобно будет, чтобы вы параллельно могли делать. Ради Бога. Так, я опять включаю демонстрацию экрана. Так, что там у меня? Так, минутку. Тир у меня здесь. Так, у меня что-то тормозит, не хочет загружаться. А, все, сейчас загрузилось. Итак, так. Так, все виден, да? Вот загрузилась такая страница. значит, идем немножко вниз. И вот как раз то, что я говорил. Вначале нам нужно построить таблицу. У нас таблица состоит из трех строк. Вот они первые, три строки. Выбираем здесь три. И трех столбцов. Выбираем тоже три. Нажимаем далее. И здесь теперь заполняем. Вот то, что у меня здесь в бумажном варианте написано, сюда вносим 936 143 78 280 520 980 856 682 682 и 418. Далее я говорил вам нужно поставить галочки коэффициент сопряженности Пирсона. Вот он. И анализ результатов. Это нужно для того, чтобы он написал нам, проанализировал за нас результаты. Чтобы мы сами он вычислит нам х квадрат цифру и по идее мы можем сами если знать как вручную интерпретировать результат. Но раз у нас онлайн калькулятор он за нас все сделает. Появился уровень значимости 0.05 допустимый уровень значимости попробуем попытаемся более высокий уровень 0.01 чтобы так сказать удостовериться вдруг при результат у нас окажется достоверным с допуском одной ошибки всего лишь. все и далее нажимаем на далее производит вычисление значит вот появились у нас результаты смотрим значит вот это то что мы заполняли это наблюдаемые значения идем вниз и теперь внимание вот здесь появилась еще одна таблица теоретические значения вот эту таблицу нужно нам тоже записать это нужно будет нам для другой процедуры которую я вам представлю это так называемые теоретические значения что значит теоретические значения это значит что эти цифры мы могли бы получить в результате проведения выборки или эксперимента если бы не было никакой зависимости между факторами вообще не было никакой зависимости и соответственно машина распределяет равномерно в зависимости она сама там соотношение своей использует между количеством вообще количеством ответов полученными той или иной социальной группой затем количеством ответов по определенной категории языковых средств и вычисляет их затем если вручную проводить вычисление х квадрат нужно использовать и вот эту таблицу теоретические значения и значения которые мы вносили в начале то есть полученные нами в результате выборки поэтому когда мы производим вручное вычление очень запутанно все поэтому проще машина нам облегчает очень сильно жизнь но здесь вы видите что даются тысячные да можно округлить до целых 489 целых 946 будет 490 например то есть это должны вы себе записать а теперь мы трактуем результаты вычисления и обращаем внимание вот на эту часть так вот здесь вот так как х квадрат равняется столько это тоже нас не интересует попадает в критическую область гипотеза n0 отвергается с вероятностью ошибки 005 что это значит это значит вообще гипотеза вначале выдвигается гипотеза что связи вообще никакой нет между факторами и социальными факторами полученными результатами связи вообще никакой нет они независимы друг от друга вот эти вычисления нам показали что эта гипотеза отвергается то есть наоборот связь есть и связь есть вероятность ошибки 005 к сожалению только 005 гарантирует нам машина то есть 5 ошибок на 100 примеров выборки да таким образом связь существует вот этот способ оформления русских заимствований в сургутском диалекте хантыского языка все-таки зависит от того какому слою социальному слою принадлежит носитель языка значит есть связь теперь смотрим насколько сильна эта связь можно ее пренебречь слабая средняя или сильная чуть-чуть ниже идем коэффициент сопряженности пирсона вот я вам говорил да нужно ставить галочку и этот коэффициент нам скажет насколько сильна эта связь вот он говорит связь между а и б сильная а и б то есть вот между параметрами вот этими которые социальные факторы обозначают и а это здесь у нас были куризм контаминация и русификация то есть языковые явления которые находятся в взаимосвязи с определенными социальными факторами таким образом еще раз возвращаемся связь сильная ну и соответственно это доказало нашу нашу как бы гипотезу которую мы изначально выдвигали что употребление того или иного заимствования или оформление того или иного заимствования языка в сургутском диалекте хантыльского языка определяется соответственно принадлежностью к тому или иному социальному слою далее для того чтобы выяснить кто же какая же тенденция какой социальный слой предпочитает какой способ оформления какой способ оформления фразеологизма нам нужно прибегнуть к другой процедуре я возвращаюсь пока обратно к нашей демонстрации до сих пор до сих пор до сих пор Да, вот это другой метод, называется метод вычисления стандартизированных остатков. Этот метод позволяет нам выявить связь, определенную связь между определенным фактором и определенной языковой единицей, определенным языковым выражением. Опять же, мы таким же образом строим таблицу сопряженности, и в этой таблице сопряженности мы должны произвести уже, к сожалению, вручную расчет по вот такой формуле. Берем в каждом модуле, или по-другому в каждой клеточке, мы берем наблюдаемое значение, отнимаем от него ожидаемое значение, или теоретическое, то, что я вам говорил, записать нужно при расчете таблицу из таблицы теоретических значений, и делим это на корень квадратный из ожидаемого значения. Ну, например, вот берем мы эту клеточку, вычисляем, и получается у нас плюс 20,13. Таким образом, мы вычисляем каждую клеточку, и у нас получаются здесь цифры, ну, в большинстве случаев от минус 3 до плюс 3. Но если большая очень выборка, могут быть и цифры большие по значению. Вот видите, здесь у нас 20, 13, 9 и так далее. То есть от минусовых значений до плюсовых. Значит, вот здесь мы произвели расчет в каждой клеточке. Как же нам трактовать теперь эти значения? Значит, для нас основополагающей цифрой должно быть 1,64. Значит, в каждой ячейке, если больше 1,64, мы можем интерпретировать это значение, либо меньше минус 1,64. Ну, вот я нарисовал здесь такую ось координат. Да, 0, вот она, минус 1,64. А меньше, это значит, вот в эту сторону будут цифры. Минус 2, минус 3 и так далее. Больше, чем плюс 1,64, это идем вправо. 2, 3, 2,5 и так далее. Если у нас цифра 1,64, тогда результат, мы можем трактовать, достоверность нашего результата 90% будет. Если минус 2 и более, тогда более 95% результат. То есть ту тенденцию, которую мы определим, верность ее будет 90%, если 1,64 до 2, а 2 и более, это результат 95%. Но давайте вернемся обратно к нашей таблице. Вот мы провели, здесь подсчитали. Все, что больше 1,64, я выделил красным цветом. Все, что меньше, минус 1,64, я выделил таким вот синим цветом. Теперь давайте посмотрим. Если у нас результат больше плюс 1,64, то это значит, что вот этот социальный слой, тенденция у него использовать вот это языковое явление. То есть интеллигенция тендирует к тому, чтобы заимствование русских, заимствование сургутских диалек хантыского языка совершать с помощью пуризма. То есть пуристических, как вот балалайка, да, ручь наркосов. То есть только средствами языка. Почему такая тенденция? Как это можно объяснить? Ну, это уже как бы другая задача. Это уже ваши чисто научные размышления. Ну, в данном случае можно объяснить тем, что интеллигенция, она обеспокоена сохранением чистоты своего языка, потому что очень много заимствований русского языка в сургутском диалекте хантыского языка, что, естественно, нарушает его структуру и так далее. Поэтому интеллигенции, они лучше всего знают грамматику своего языка, механизмы, и, соответственно, ну, как бы целенаправленно применяют путистические средства для выражения, для обозначения заимствованных слов. Идем дальше. Интеллигенция и контаминация. Какая здесь может быть взаимосвязь? Мы видим, минус 9,81 наше вычисление показали. Значит, это меньше, чем минус 1,64, минус 2. То есть на 95% тенденция будет верна, что интеллигенция не использует контаминационные средства. Наоборот, избегает их. Почему? Как это можно объяснить? Ну, понятно, что, опять же, контаминационные механизмы, они тоже вредят структуре языка, и, соответственно, тоже интеллигенция, как борец за чистоту языка, избегает их. Далее, русификация. Смотрите, минус 14,5, намного больше, чем минус 2. Соответственно, мы интерпретируем это как? Если минусовой знак у нас. Интеллигенция не склонна избегает использования русификации в обозначении заимствованных понятий из русского языка. Дальше, следующий социальный слой – учащиеся и студенты. Какое отношение их к пуристическим элементам? Минус 17,27. О чем это говорит? Это говорит о том, что учащиеся и студенты не стараются использовать пуристические механизмы для оформления заимствований из русского языка в сургутском диалекте хантыйского языка. Далее, плюс 1,4. Мы не можем здесь трактовать. Это меньше, чем 1,64. Поэтому здесь тенденция будет неверной. Она не прослеживается. Она может быть и тенденция к контоминации, и, наоборот, тенденция избегания контоминации. То есть здесь мы трактовать не можем. Вот здесь, дальше, в следующем модуле, плюс 19, 13. Здесь очевидно, что учащиеся и студенты склонны при оформлении и заимствовании из русского языка в сургутском диалекте хантыйского языка использовать русификацию, практически используют русские слова. Чем это обусловлено? Как это можно объяснить? Дело в том, что дети ханты обучаются тоже в школах. Они изучают и сургутский диалекте хантыйского языка. Но, тем не менее, подавляющее большинство предметов идет на русском языке. Они живут в интернатах. Они общаются с русскоязычными детьми. Хорошо говорят по-русски. Подвержены влиянию поп-культуре. Они смотрят русские фильмы, то есть русская культура превалирует в их быте. Поэтому они без проблем используют в своей речи для обозначения тех понятий, которых нет в сургутском диалекте хантыйского языка, русифицирован. Ну, чисто русский язык, а в русском оформлении лексема с русским произношением. Далее, жители Стойбищ. Они живут отдаленно от поселков, где инфраструктура вся на русском языке. Подсчеты показывают следующее. Их отношение к пуризму, к сожалению, нельзя здесь тоже никакую тенденцию проследить, потому что плюс 0,99 – это меньше, чем наша сакраментальная цифра 1,64. Зато вот в этом модуле жители Стойбищ, их отношение к контоминации – высокая цифра. То есть тенденция у жителей Стойбищ к тому, чтобы использовать контоминацию. То есть берутся русские лексемы и оформляются произношением сургутского диалекта хантыйского языка. Но чем это можно объяснить? Это объясняется тем, что, естественно, жители Стойбищ, они тоже двуязычные, говорят по-русски, в школе учились, в свое время тоже все в интернатах, но вернулись на Стойбища и общаются друг с другом в лохантыйске. То есть у них, конечно же, связь с русской культурой сохранилась, но тем не менее в быту повседневно они общаются тоже на своем диалекте. И, соответственно, у них превалируют два механизма как бы и знание русского языка и вот это давление фонетического строя своего родного языка. Поэтому они оформляют заимствование из русского языка контоминацией. Русификация. Ну, если контоминация используют, соответственно, они чистую русификацию отвергают, что и доказывает нам цифра минус 7,1 по модулю жителей Стойбищ не склонны в заимствовании русского языка использовать лексему русскую в чистом виде. Они ее контоминируют. Значит, вот такой вот получается у нас результат. После того, как мы собрали материал и провели статистические подсчеты, нам удалось определить, выявить определенные тенденции взаимосвязи факторов и языковых средств их реализации. Сейчас я хотел бы с вами, чтобы вы попробовали сами произвести вычисление хи квадрата, то есть решить определенную задачу и попытаться трактовать ее результаты. Ну, я предлагаю вначале не лингвистическую задачу. Я не знаю, все ли лингвисты собрались сегодня здесь? Или, может быть, тоже представители других наук? Ну, вначале я предлагаю вам решить вот такую задачу. Ну, было на большом предприятии, провели исследование, чтобы выявить, существует ли зависимость между принадлежностью к полу, то есть фактор пол женщины-мужчины на выбор определенной профессии. Охранник, клерк или менеджер. И провели подсчеты, посмотрели, сколько женщин работает охранниками, сколько клерками, менеджерами, то же самое, мужчин посчитали, сколько мужчин охранниками, женщинами и менеджерами работают. Наша задача установить зависимости должности, занимаемой должности от пола. Есть ли тенденция, есть ли зависимость принадлежности пола к выбору той или иной профессии? Я вам раздал материалы, раздаточный лист. Ваша задача сейчас произвести вычисление хи-квадрат, определить, есть ли зависимость между фактором и результатами. Затем, если зависимость есть, то она сильная или слабая, эта зависимость. И затем посмотреть, вычислить стандартизированные остатки и сказать, действительно, женщины, какая профессия привлекает женщин, а какая их отталкивает. То есть тенденция у женщин, например, или у мужчин выбрать ту или иную профессию, и тенденция, наоборот, избегать той или иной профессии. Ну, как бы понятно, вот женщины ноль, охранники, но тем не менее, вот клерк, менеджер, да, есть ли действительно вот эти вот подавляющее большинство цифр, действительно ли, вот смотрите, женщины, да, клерки, мужчины, самое большое количество в номинальном выражении. А действительно ли это так, тенденция ли это, да, подтверждается ли это статистическими подсчетами, или это просто, ну, как бы совпадение. Предлагаю вам сейчас приступить к выполнению. Итак, вначале мы заходим все по ссылке в онлайн-калькулятор. Так, раздаточный лист кто-то не получил, я его отправил в чат, вверху, посмотрите. Handout workshop называется. Или еще раз прислать. Он не загружается, кто новый входит, материалы не уже не есть. Сейчас я пришлю еще раз тогда. Да, минуточку. Так, файл отправлен. Спасибо. Значит, ну давайте сейчас, может быть, пока все вместе, я немножко буду как бы командовать, да, заходим, все зашли по ссылке. Теперь нам нужно построить таблицу, вот она у нас в бумажном виде есть, да, сколько там у нас строк? Две. Две, да, значит, два нажимаем и два на три, столбцов три. Выбрали два на три? Нажимаем далее. У нас должна появиться болванка таблицы. Скажите, пожалуйста, после того, как зашли на сайт, дальше что, куда нужно зайти? Да, когда вы зашли на сайт, вы крутите, продвигаетесь вниз, посредине идет информация, которая в центре идет. Вот вы двигаетесь вниз, инструкция, видите, появляется инструкция, укажите размерность таблицы. Нашли. И дальше размерность корреляционной таблицы, вот вам нужно выбрать параметры. Первый – это количество строк. У нас две строки. Ну, на самом деле, таблицы, которые в бумажном варианте, там больше. Ну, то, что мы считаем только те строки, которые обозначают факторы. У нас в данном случае какие факторы? Женский и мужской, да? Это две строки. И по вертикали сколько у нас значений? Три. Охранник, клерк и менеджер. Два на три. И далее нажимаем. Вот смотрите, два на три. У меня. Да, вот так вот нажимаем и выбираем. Два на три. Нажимаем далее. А, нет, да, нажимаем далее. Должна у нас появиться болванка вот такая. Вот такая, видите? Появилась у вас? Заполняем ее. Значит, здесь такую цифру мне нужно поставить. Ноль. Дальше. 206. 206. Здесь 10. Далее 27. 157. И 74. То, что серым, он автоматически подсчитывает общее количество здесь по колонкам и по строкам. Вот так вот. Нам, нас это не интересует. Нас интересуют вот эти белые клеточки. Далее, чтобы коэффициент контингенции уже стоит, этим машина сделает нам вычисление и скажет, есть ли зависимость между факторами, то есть между полом и выбранной профессией. Далее выбираем коэффициент сопряженности Пирсона. Это коэффициент, который говорит, насколько сильна эта связь. Слабая, можно ли этой связью пренебречь, или средняя связь, или не очень сильная связь. Ну и нажимаем анализ результатов, чтобы он сам нам проанализировал и дал уже ответ. Уровень значимости, как я говорил, выбираем как бы самый минимальный, то есть предположительно, чтобы одна ошибка только допускалась. Если это невозможно будет, то машина сама скажет, что такого точного результата быть не может. Только возможен результат с допущением пяти несоответствий на сто примеров. Заполнили. Все, нажимаем далее. Производит вычисление. Вот это наша исходная таблица, он показывает то, что мы внесли. И теперь нам нужно записать с вами вот это вот таблица теоретических значений. Он высчитал теоретические значения. Это мы будем использовать где? В следующем вычислении, да? При вычислении стандартизованных и стандартизированных остатков. То есть, чтобы выявить зависимость, какая тенденция выбора тем или иным социальным слоем той или иной категории. Ну, здесь мы не пишем тысячные, мы округляем до целых. 12,304. Записывайте себе, пожалуйста, в листочке, который я вам дал. Там он пустой, вы должны записать. Ну, здесь мы ставим 12, да? Дальше 165 и 418 – 165. 37,278 – 38. 14,696 – здесь будет 15, да? Все, что больше 5, в большую сторону округляем. 197,582 – 198. И здесь 45,72 – 46. Ну, а здесь вот эти вот по краям – это общее количество. Записали все. Теперь давайте идем ниже и ищем. Вот здесь вот вычисление производит коэффициент сопряженности. Нет, подождите, где он? Чуть выше. Вот здесь вот произвел хи-квадрат он перед коэффициентом сопряженности. Он посчитал этот хи-квадрат, сколько он, и автоматически его он анализирует. Приходит к выводу, что гипотеза, нулевая гипотеза, отвергается с вероятностью ошибки 0,05. Что это значит? Есть связь между фактором и результатами или нет? Есть. Есть, да, мы отвергаем нулевую гипотезу. Еще раз подтверждаю. Нулевая гипотеза говорит, что связи нет. То есть, но после вычислений оказалось, что все-таки связь есть. Нулевая гипотеза о независимости факторов отвергается. Значит, связь есть, да. Теперь смотрим, насколько она сильна. Вот он, коэффициент сопряженности Пирсона. Вот он вычислил. По целых 37 цифр. И он трактует сам. Связь между факторами сильная. Связь существует. Теперь нам, ну, мы определили только связь, а вот конкретно между какими факторами и какими конкретными категориями существует связь, этот метод нам не говорит. Поэтому нужно обратиться к методу стандартизированных остатков. У вас тоже пустая, есть табличка там стандартизированных остатков. И дается формула. Мы должны произвести вычисление вручную. Ну, с помощью калькулятора. Попробуйте вычислить сами. Значит, берем первый, да, первую. Я сейчас войду опять в свое демонстрацию. Значит, что мы делаем? Если должны проверить женские и охранники, есть ли какая-то связь между ними, есть ли тенденция, женщины выбирают наоборот или избегают этой профессии. Значит, у нас здесь вот эти величины. Величина 0 – это какая? Наблюдаемая. А ожидаемая какая была? 12. 12. 12. 0 минус 12. Минус 12. Да. И делим на корень квадратный из ожидаемой 12. Вот это интересно. Почему? Как это? Научите, пожалуйста, азам математики. Научить… Извлекать квадратный корень. А, ну вы набираете с ним калькулятор 12 и нажимаете корень квадратный. Кто вычитал, какая цифра? Минус 3,5. Да, минус 3,5. Правильно. Дальше следующее. Женский эклерк. 206. Да? Минус… Какая у нас была теоретическая, ожидаемая величина? 65. Минус 65. 165. Ой, 165, да. И делим на корень квадратный из 165. Но здесь, кто не знает, как на калькуляторе вычислять, нужно просто потом самому потренироваться, узнать, как. Потому что сейчас… 12,8 получается. Сколько? 12,8. Но у меня… У меня тоже 12,8 получилось. У меня вот такие цифры. Я уже помогу вам, да? Я подсчитал. Плюс 3,2. Ну, нам же еще разделить нужно. Да, так еще разделить на корень квадратный из ожидаемого. Получается эта цифра? 3,2. Да, 3,2. Правильно. Ну, и таким образом вычисляем все остальные. Ну, я… Уже не будем все вычислять. Я вот вычислил. Помог вам. Теперь смотрим. Цифры, которые больше 1,6… Ну, 64. Мы выделяем красным для удобства. Вот здесь вот красным. Вот эта цифра плюс 3,2 больше, чем 1,64. И больше вот эта цифра, 4,2. А теперь цифры, которые меньше минус 1,64. Это какие? Вот они все выделены 7. Все согласны, что они меньше, чем минус 1,64? Да, в математике идет наоборот, да? Да, конечно, согласны. Минус, да, чем больше цифра с минусом, значит, она меньше, чем 1,64. И теперь смотрим. Мало того, что они больше, чем 1,64, они еще больше, чем 2. Это говорит о том, что вот эта трактовка, которую мы будем сейчас производить, она будет верна на сколько процентов? На 95. Если эта цифра у нас получилась как бы вот здесь больше 2, да, а здесь вот меньше 2, тогда результат имеет достоверность более 95%. Итак, еще раз вспоминаем. Если у нас минус получилась цифра, значит, вот этот социальный слой не склонен вот к этому результату, да? Если же у нас цифра больше, чем плюс 1,64, значит, по модулю смотрим, вот этот вот социальный слой, он тензирует вот к этой вот профессии. То есть женщины не склонны, да, и избегают того, чтобы выбирать профессию охранника, менеджера тоже, да, не склонны, то есть сторонятся этой профессии, но зато у них тенденция и желание выбирать профессию клерка. У мужчин, наоборот, мужчины склонны к тому, чтобы соглашаться работать охранником и менеджером, но избегают, вот видите, минус 2,9, избегают становиться клерками. Есть какие-то вопросы по этой задаче, по первой задаче? Какие возникают сложности у вас? Ну, сложность, насколько я понял, совладать с калькулятором, да? Но это чисто технически, это нужно просто разобраться, чтобы правильно высчитать по формуле. Дальше, какие еще сложности? Можно задать вопрос? Да. Вот вы называете эти показатели 1,64, а потом говорите о вероятности 90%, если больше 2. Вот эти данные, они откуда и где можно взять? Эти данные в методике проведения этих экспериментов. Вам они, в принципе, вы можете прочитать дополнительно, подробно, что такое вычисление стандартизированного остатка. Там показываются формулы, сложно, как они вычисляются. Но нам, для лингвистов, например, или в методике преподавания важно просто сказать, что были проведены подсчеты, нам не нужно процедуру эту расписывать, как это делается. Если компьютер, если онлайн-калькулятор вычислил, мы говорим, что да, вот с помощью онлайн-калькулятора было вычисление, и по тем данным, которые мы ввели, получили, компьютер нам сказал такой результат. Что есть тенденция, например, что есть связь между факторами и результатами, которые мы получили. Эта связь, например, высокая, и по каждому модулю мы посмотрели с помощью стандартизированных остатков, есть ли связь по модулю между фактором и определенным результатом. Ну, то есть тенденция выбирать ту или иную структуру решения или нет. Вам не нужно вдаваться в эти цифры. Просто нужно запомнить, что в стандартизированном остатке 1,64 берется за начальную точку. Да, если 1,64 до 2, то достоверность 90% тех наших изысканий, тех наших тенденций, которые мы выявили. Если 2 и более, тогда уже более 95%. Это хороший результат. То есть в статистике 95%, то есть 5% на ошибку, всегда есть 100%, не может быть статистических вычислений. 95% – это отличный результат. Ну, то есть это отличный уровень объективности, верифицированности результатов. Спасибо. Да, пожалуйста. 42, 95, 89. Скажите, если я просто работал с этим критерием ХИ-квадрат, но у вас примеры больше ближе к социологическим, а вот если анализ текста проводить по выборкам, вот такая ситуация, например, нет по 5 выборов, то есть автороверческая такая экспертиза, то есть теоретически, если 2 группы текстов написаны одним автором, связь должна быть незначимой, да, по критерию ХИ-квадрата, по употреблению каких-то частей речи. Например, критерий динамичности, то есть соотношение существительных форм именительного падежа и личных форм глаголов. У одного и того же автора он должен быть одинаковым, да? Да, но в принципе да, но вообще фактор должен состоять из двух позиций. Не один автор, тогда два автора должны быть. Например, автор по возрасту не может отличаться, да? Например, один ученик, а второй там у нее кандидат на лук. Или там, например, мужчина-женщина. То есть таблица должна быть минимум четырехпольной. Фактор, два фактора и два критерия языковых, которые связаны с этими факторами или определяются благодаря этим факторам. Нет, а если факторами, например, один фактор – это существительные, другой фактор – глаголы, а уровень фактора – это выборки. Первая выборка, вторая выборка и третья выборка и так далее. Вы можете так, но выборки тогда, они должны быть все равно разные. Они должны быть, например, выборка, художественный текст, научный текст. То есть три художественных текста. Нет, выборка – это все художественные тексты, это совершенно конкретная задача была. И вот по критерию хи-квадрат, например, если связь, она чувствуется, что связь, как сказать, нулевая гипотеза отклоняется, уровень значимости попадает. Вот. Но вот по стандартизированным остаткам, то есть сильное превышает 1,6 только в одной выборке. В одной выборке какой-то фактор появился, который вот благодаря которому, ну, вот появляется вот значимость. Да, но эти тексты все равно должны у вас чем-то характеризоваться. Каждый текст, у него должна быть какая-то особенность или какая-то отличительная черта, чем он отличается от других. Но даже если это художественные тексты, может быть, это от стиля зависит, да, например, интеллектуальная литература или наивная литература другой текст. Третий – это, например, поэтический текст. Нет, да, это я понимаю. Ну вот можно ли принимать во внимание вот это расхождение, то есть значимость между двумя группами текстов? Это текст одного рода, там все должно совпадать, но вот они оказались в зоне значимости. И высокий уровень, он только по одной из выборов. Да, правильно, значит, по одному модулю там только можно тенденцию. Когда говорят, есть значимость, есть зависимость между факторами, да, то это не значит, что все по модулю будут зависеть. То есть что-то можно определить, а что-то нельзя. К сожалению, статистика тоже не всесильна, да, то есть она может помочь какую-то тенденцию определить, а может и нет, понимаете. И даже если определить х квадрат, что есть значимость, зависимость между факторами и единицами, а связь между факторами очень слабая, ей можно пренебречь, да, соответственно, тоже вы не можете сказать, что это тенденция, что вот этот фактор тендирует, например, к тому, чтобы использовать вот такое-то явление. Ну то есть это скорее характеризует не отличия между двумя акторами, а какие-то особенности в выборке. Можно так сказать? Да, да, это говорит о том, что, нет, автор один и тот же, вы говорите, да, но просто получается, что тексты разные, они отличаются, у них внутренняя какая-то особенность своя. Я говорю, что может быть это стиль, да, а может быть это эпоха написания в разное время. Соответственно, там, то есть как бы уровень понимания одним и тем же автором различных текстов, он будет разным, что более современный текст лучше будет знать, чем старый и так далее. И еще вот вопрос. А есть ли какая-то специфика при расчете, например, ну если выборки, они не одинаковые, то есть это принципиально для критерий хи-квадрат, чтобы это были одинаковые, да, одинаковое количество в каждой выборке? Нет, обязательно, это не обязательно, но если вы, например, берете выборку, тогда лучше сплошную выборку проводить, да, и, соответственно, если вы проводите эксперимент лингвистический, то, соответственно, ну он для всех одинаковый, то есть все задания, которые выполняют экспериментуемые, они все одинаковые для всех, все выполняют одни и те же задания, соответственно, у них как бы внутренние механизмы их, или знания, умения работают так, чтобы так вот определенным образом с тем или иным языковым явлением обходиться. Ну и, конечно, лучше, если вы получаете результаты по каждому модулю, чтобы он был больше пяти. Больше пяти, то есть ноль, один, два, три, четыре, это, в принципе, тоже не страшно, там есть специальные формулы, да, специальные методы, нужно дополнительно произвести расчет тогда. Но чем хороши калькуляторы электронные онлайн, они все это уже учитывают. Вот, поэтому, в принципе, это не страшно. Вот если вы вручную проводите, да, если у вас по модулю цифра получается меньше пяти, тогда желательно сделать добор материалов, то есть плюс еще выборку продолжить материалы, чтобы набрать по каждому модулю как минимум пять и выше примеров. Хорошо. То есть зона незначимости, она чаще свидетельствует о том, что недостаточно выборов, да, нет, кстати, это не зависит от того, что чем больше примеров вы наберете. Как говорится, вот если больше пяти в каждом модуле, тогда уже тенденция прослеживается. Но тогда вероятность просто того, что машина скажет, что там не 95% достоверность, а 90% будет, да. То есть чем больше выборка, тем больше шансов на большую объективность, то есть больше объективность и меньше ошибочных случаев допускается при анализе этой выборки. У нас еще время есть, давайте еще попробуем один пример закрепить. Он такой же социолингвистический, тоже в вашем раздаточном материале. Задание 2. Ну, есть такое мнение, что восходящие немцы относятся к России лучше, чем западные немцы. Да, ну, считается, что вот они как бы в ГДР были, они, так сказать, нас лучше знают, мы контактировали больше сейчас, и у них остались как бы к нам теплые чувства. И была задача выяснить это с помощью психолингвистического эксперимента. Была подготовлена анкета, где задавались определенные вопросы. И, ну, больше не вопросы даже, а стереотипы должны были высказать экспериментуемые. То есть опрашивали западные немцы и восточные немцы. Вопрос задавался, какие у вас возникают ассоциации, когда вы слышите слово русский – Россия. Ну, и спонтанно говорили там «Ленин», «Сталин», «Война» и так далее. Там, например, бедные, алкоголики, всякие разные. Затем все результаты обрабатывались с точки зрения того, какие коннотации они выражают, либо положительные, отрицательные или нейтральные. И распределялись вот в таблицу, которая у вас в раздаточном материале, где восточные немцы, западные немцы подсчитывались для каждой категории, сколько положительных коннотаций, высказанных ими стереотипов, отрицательных и нейтральных. Получился вот такой результат. Наша задача – проверить, есть ли зависимость отношения к России от места проживания немцев. Итак, значит, что мы делаем? Заходим в онлайн-калькулятор. Так. Ну, его нужно перегрузить, потому что если у вас проводили вычисления, строку адреса просто актуализировать, чтобы появилась новая страница. у меня что-то так медленно работает. Надеюсь, что у вас побыстрее. Так, вот у меня появилось. Значит, что делаем? Ну, нужно немножко вниз пойти, вот она инструкция. Выбираем. Значит, количество строк первое, количество столбцов второе. Количество строк сколько у нас? Восточные немцы и западные немцы. Две. Количество столбцов положительные, отрицательные, нейтральные. Три. Три. Да. Нажимаем далее. Должна появиться болванка таблицы этой. Вот она. Заполняем ее. 159. 190. 111. 635. 790. И 140. Далее, что еще делаем? Нужно нам выбрать, какие мы хотим результаты. Коэффициент контингенции – это если связь между факторами уже стоит. Добавляем коэффициент сопряженности Пирсона – это сила этой связи между факторами и анализ, чтобы он за нас посчитал. Уровень значимости пытаемся высокий сделать. 0.1. То есть, одна ошибка на 100 примеров выборки. Далее. Вот это наше изначальное, он показывает. Это наблюдаемые, нами наблюдаемые величины. Дальше идем в следующие таблицы. Это теоретические. То есть, потенциально, если бы не было связи никакой, то были бы вот такие цифры должны были бы быть. 180 записываем себе. Там у вас тоже есть болваночка для второго примера, для теоретических значений. 180, 223 округляем. 57. Дальше вторая строка. 614. 757 и 194. Записали. Ну и теперь смотрим по коэффициенту контингентности. Все-таки есть ли связь или нет. Значит, вот она тут где-то. Вот здесь контингент сопряженности пирсом, а чуть выше. Вот она пишется. Гипотеза, нулевая гипотеза, отвергается с вероятностью ошибки 0.05. То есть, 5 несоответствий допускается. Ну, или это 95% достоверности, другими словами можно сказать. 5% ошибочности в нашем результате. Значит, связь есть. Дальше смотрим коэффициент сопряженности пирсона. Насколько сильна эта связь? Связь слабая. То есть, ну, здесь надо теперь посмотреть с помощью коэффициента сопряженности стандартизированных остатков, что там получается, какие тенденции, что к чему тендирует. Итак, переходим к таблице стандартизированных остатков. Вычисляем. Ну, давайте, кто какие вычисления получил? Первый столбец минус 1,6. Так, минуточку. Быстро посчитали, я даже не успел включить свои расчеты. Так. Это про охранников. Да, вот у меня, смотрите, какие получились. У меня округлило, у меня минус 1,6. Минус 1 и сколько? И 6. И 6. Вы оставили сотые, а я до десятых округлила. Ну, попробуйте высчитать. Одно сотые или до десятых округлять? Нет, 1,64. Если 1,6, нет, это мы не берем в расчет. Попробуйте высчитать какой-нибудь модуль для себя, чтобы посмотреть, насколько вы правильно процедуру вычисления проводите. Нет, просто вы оставили сотые, а я до десятых округлила. Нет, вот здесь... Здесь оставляем, да? Здесь оставляем до сотых, потому что нам важно 1,64 идентифицировать. Мы округляем до целых, только теоретически. Хотя вы можете брать, теоретически можете и с тысячами брать, но это лишнее, это только усложняет подсчеты. Проще там до целых их округлить. Ну, получились у вас какие-то цифры эти? Вот как у меня при вычислении. Ну, я не буду вас спрашивать, вы сами определите. Если не получились, значит, нужно вам поработать над калькулятором, как там производить вычисления. Ну, давайте теперь посмотрим. Вот такие мы стандартизированные остатки получили. Как мы будем их интерпретировать? Значит, ну, я выделил цвет, там только те, которые подлежат рассмотрению. Те, которые больше плюс 1,64 или меньше минус 1,64. Вот они. Которые меньше синим я выделил, которые больше плюс 1,64 красным. Эти, к сожалению, не попадают в необходимое число, и трактовать мы здесь не можем. Здесь абсолютно невозможно предсказать, какая тенденция. Смотрим теперь восточные немцы и отрицательное отношение к русским. Что мы можем здесь сказать? То есть, у них тенденция, да, явно не отрицательно, да, относиться к русским, а в общей массе своей, вот, 7,16 плюс нейтрально. Тенденция у восточных немцев относиться нейтрально, то есть больше нейтральных оценок давать. Западные немцы, смотрите, здесь вот западные немцы по модулю совпадает только с нейтральным, минус 3,87. Это значит, что они не склонны нейтрально, да, то есть они либо положительны, либо отрицательны будут. Но чтобы убедиться потом все-таки как, больше положительны или отрицательны, нужно провести дополнительный, дополнительный эксперимент и уже так строить, целенаправленный опрос должен идти, чтобы они либо положительно, либо отрицательно высказывались о России и русских. Ну, для этого есть тоже специальные методы построения анкеты, как задать вопрос, чтобы получить тот или иной ответ, один из двух, да, и тогда можно будет уже определить. Но, тем не менее, вот мы видим, что все-таки действительно связь есть между факторами. Восточные немцы нейтрально, тенденция у них более нейтрально относиться к русским, а западные немцы нет, не нейтрально. Ну, скорее всего, это будет отрицательно. Тут вот можно по цифре, которая плюс 1,19, 0,84, положительно меньше, чем отрицательно. Но, опять же, это только предположение. Когда вы подводите итоги, нельзя говорить, что, ну, как бы утверждать, что есть тенденция, да, потому что непонятно еще. Может быть, дополнительный эксперимент покажет обратное. Значит, вот это в общих чертах использование некоторых методов статистической обработки, в исследованиях, в лингвистических исследованиях, да, можно и в педагогических исследованиях, если вы используете различные методики, например, да, и добиваетесь различных результатов. И посмотреть просто номинально, кто там оценки какие получил, больше, значит, делать выводы, что эта методика лучше, не всегда правомерна, нужно все-таки проводить методы статистический анализ, чтобы, так сказать, уже цифрами доказать связь между факторами и результатами использования этих факторов. Есть у вас какие-то вопросы еще? Я могу выслать вам презентацию, если хотите, да, там более подробно все расписано, вот все, что я говорил, представлены все примеры, все таблицы, вычисления, и надеюсь, что это поможет вам в дальнейшем при проведении ваших исследований, какой бы науки вы их ни проводили, и все-таки убедить читателя и научное сообщество, что ваши результаты верифицированы, объективны и имеют право считаться, так сказать, ну, ваши выводы имеют право быть восприняты как объективные. Хорошо, тогда я сейчас высылаю вам, пока мы все не разошлись, на электронную почту презентацию. Скажите, а можно как-то отметить, что вот я, ну, тоже был здесь, потому что там, или там отмечено, мое... Там отметят, вас отметят все, технический секретарь вас, все, кто здесь есть, отметят, что не переживайте. Да, вас отметили. Отметили. Тельпов Роман Евгеньевич, да? Да, да, да. Хорошо, спасибо. Так, презентация загружается. Да, вот вы можете себе скачать ее теперь. Она появится у вас в чате, в общем. Видите, среди нас есть люди, которые подсчитали очень быстро все. Вот Ирина, моя, кстати, бывшая студентка, очень рад видеть ее. Очень быстро подсчитала, хотя тоже лингвист. Есть ли возможность получить запись вебинара? Я не знаю, он записывался. Наверное, да, у организатора можно получить. Технический секретарь. Вы можете нам сказать, можно будет получить, или это будет выставлено на сайте где-то? Скорее всего, на сайте. Сейчас я уточню буквально секундочку. Ну, узнайте в оргкомитете потом, да, где можно будет получить запись этого семинара. Вот. Все. В таком случае, если вопросов больше нет, я благодарю вас за внимание, оказываемое нашему мастер-классу. Если будут какие-то личные вопросы, вы можете писать через оргкомитет, да, вот, либо обратиться на кафедру немецкого языка МГИМО лично, да, я работаю там, и можно будет просто побеседовать тогда в личном порядке. Если вопросов больше нет, спасибо большое, хорошего вечера всем желаю, и до новых встреч. Спасибо большое, до свидания. До свидания. До свидания.